Вы знаете, да, сегодня мы не делаем каких-то праздниц и торжеств, да, мы не делаем каких-то пышных мероприятий, хотя мы понимаем, что определенная веха в истории Церкви, еще один год, который дал Господь Церкви прожить. Я хотел бы перед нашей молитвой поразмышлять над таким парами отрывков Священного Писания, посланий Коринфянам, которые апостол Павел говорит о призвании и о служении Церкви, о каких-то характеристиках. Я не ставлю себе целью сейчас какое-то глубокое учение, знаете, на ту тему преподать. Сегодня у нас есть гость и благословенный наш брат Сергей Поднюк, и он будет, я верю, делиться словом глубокого такого наставления. И поэтому я хочу просто привести нас к молитве. И просто не молитве такой, знаете, может быть какой-то дежурной. Я хотел бы действительно, чтобы каждый из нас сегодня мог углубиться и осознать в своей жизни. Знаете, у нас есть трудные времена в нашей жизни, и мы, проходя эти трудные времена, сталкиваемся с определенными проблемами. И те, кто говорит, что есть простые какие-то решения в Иисусе, просто прими Иисуса, и все будет хорошо, они на самом деле немного лукавят, потому что нету простых решений в Иисусе. Есть решение в Иисусе, есть ответ в Иисусе Христе. Когда люди говорят, что это просто, они на самом деле не хотят соприкасаться, может быть, глубоко с вашей жизнью. Если вы соприкоснете с чьей-то жизнью, вы скажете, о нет, у меня хватает своих проблем, мне не нужны еще твои проблемы. Поэтому, друзья, когда вы проходите трудные времена, вы должны осознать, и я сейчас хочу сказать не просто о трудных временах жизни вообще, но когда это касается вашего дара, призвания или служения. Иногда нам кажется, что то, что я делаю для Бога, оно Богу вообще не нужно. Иногда нам кажется, может быть, мне кажется, что я уже так устал от того, что я делаю, и хотелось бы, наверное, все это бросить, и хотелось бы уже, наверное, остановиться. Поймите меня правильно, я не хочу говорить о том, что сегодня я действительно хочу там что-то бросить, но бывали в жизни периоды, когда я говорил, Бог, все, хватит. Я уже на самом деле считаю, что достаточно много сделал в этой жизни, и я хочу отдохнуть. Я хочу на покой, я хочу тоже выехать на рыбалку, как многие выезжают. Я хочу иметь хобби, у меня его нету, потому что у меня нет на это свободного времени. Я хочу больше времени проводить со своей семьей, и я говорю, стоп, хватит. Но я понимаю, что у Бога есть тоже свои ожидания от моей жизни, и Он не заставляет меня, не говорит, нет, я хочу, чтобы ты убился насмерть, но сделал все, что я тебе повелел. Так вот, я хотел бы три простых вещи сегодня сказать, чтобы в нашей молитве мы могли молиться правильно и осознать, чего на самом деле хочет у нас Господь, и первая мысль, что мы соработники у Бога. И это важный момент, и я хотел бы прочитать из первого послания Коринфянам, с третьей главы, с третьего стиха. И апостол Павел говорит, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, спор, разногласие, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. Ибо когда один говорит, я Павлов, другой говорит, я Аполлос, Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел и кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. И я, по данным мне мудрости от Бога, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот это первая мысль, я хотел бы поделиться, что мы соработники. Когда вы говорите Иисусу, что я, наверное, уже устал, и мне уже хватит, я хочу отдохнуть, вы знаете, Он никогда не будет тянуть вас за шкирку, ваше призвание, и скажет, нет, ты должен, ты мне обязан, ты до конца своих дней дограбовать доски, и должен пахать, пахать, пахать. Он всегда говорит, если ты устал, это твое право взять время и отдохнуть, потому что мы соработники. И слово соработники, на мое представление, имеет очень важный смысл, именно соработники. Мы не владельцы жатвы, мы не владельцы строения. Библия говорит, что здесь апостол Павел учит, мы соработники, а вы Божья Нива, вы Божье строение. Библия говорит, что есть господин жатвы, тот, кому принадлежит церковь. И это очень важный момент. Когда мы устаем, иногда мы не можем отдохнуть, потому что нам кажется, что мы владеем церковью. Иногда люди думают, о, ты пастор, ты владеешь этой поместной церковью. Это ложь. Я не владею поместной церковью, я соработник у Бога. И когда я скажу, Господь, я устал, и я хочу отдохнуть, Он говорит, хорошо, я подыщу кого-то другого. И у него не будет с этим проблемы, поверьте. Потому что он понимает нас как соработников. Он не понимает нас как владельцев церкви. Ты хочешь бросить церковь? Это твой бизнес. Ты SEO в этой церкви, да? CEO, это, ладно, я не помню, как расшифровываться, не буду позориться здесь со своим английским, но это как бы главный владелец или главный управляющий этой компании, да? И очень часто владельцы компании есть SEO этой компании. И вот я не SEO этой компании, да? То есть я не главный владелец или там не главный исполнительный менеджер этой компании. Я соработник на Ниве Божьей. Такой же, как многие из нас. И о чем здесь важно понимать, что Царство Божье будет или с нами, или без нас, оно не рухнет. Оно не развалится. Потому что Нива Божья и Божье строение – это его владение. Мы соработники. И Павел пишет, смотрите, я положил основание, а другой на нем строит. Павел или Аполлос – это всего лишь служители, через которых вы уверовали. Но все есть Божья Нива, Божье строение. И мы соработники. И мысль, которую еще одну хотел бы… Вот именно, что из этого следует? Из этого следует одна очень важная характеристика нас, как делателей на Ниве Божьей. Когда я понимаю, что не я господин жатвы, что не я владелец церкви, что не я главный там управитель и распорядитель, это приводит к меня к определенной доле правильного смирения. Я начинаю уважать дар и призвание других людей. Друзья мои, на самом деле очень важно осознать себя просто лишь соработником. То есть мы часть плана Божьего. Если я вдруг устал, и я думаю, что если я тянусь с последних сил, потому что если я уйду, все рухнет, я ошибаюсь. Это я не доверяю Богу, и я не доверяю людям. Когда Библия показывает нам, что Илья в какой-то момент устал, Царство Божие не развалилось, и пророчества не прекратились, он просто сказал, я почитаю тебя, муж Божий, но ты можешь пойти и помазать после себя Елисея, и это будет человек, который примет твое помазание и понесет его дальше. Потому что есть господин жатвы, который знает всю Ниву. И я вижу людей, иногда приходят люди, с которыми мы когда-то начинали это служение. Это было много-много лет назад. И я понимаю, что эти люди были тогда очень близки со мной, и мы общались, и мы молились вместе. И я знаю, что Бог почитает их труд и вклад тогда. Люди сегодня смотрят, говорят, о, они там начинали, сейчас все кинули. Нет, Бог почитает тогда и вклад, что они делали. Когда еще не было большой церкви, ну у нас не сильно большая, но достаточно уже большая церковь, и те люди были там верны Богу, когда была маленькая группа. И Бог почитает этот вклад, поверьте. Потому что Он почитает нас как соработников. Когда пророк Илья устал, Бог не сказал, а, сдулся, выдохся, все, пошел, вон негодный. Он прислал за ним огненную колесницу. Несмотря на то, что тут много раз был как бы в депрессии, под кустом, и говорил, я хочу смерти, но Он сказал, пойди помашь Елисея, мое царство продолжится, тебе уже нужен отдых. Я не собираюсь на покой, не думайте, что я сейчас скажу, все, я устал, братья и сестры, я ухожу, сейчас за мной приедет огненная колесница, всем до свидания, все, будьте благословены. Нет, я просто говорю о том, что когда мы соработники, мы понимаем, что Царство Божие не на нас начинается, не на нас закончится. Не мы являемся господами в Царстве Божьем, мы соработники, мы строим Его творение. И когда вам нужен отдых, вы можете взять и отдохнуть. И Бог не будет укорять вас и говорить, негодный, бросил и все. Он просто даст вам это время и скажет, на это время кто-то другой займет твое место. Если ты, Илья, устал, то придет Елисей. Если ты, Моисей, уже дошел до определенного момента, но ты не можешь идти дальше, придет Иисус Навин, который завершит твое дело. У Бога всегда есть план, потому что Он господин жатвы. Но Он почитает наш даже самый маленький вклад, когда мы готовы вкладываться и строить Его Царство. Поэтому мы соработники. Вторая мысль, я почему говорю, когда мы приходим к определенному смирению, и мы понимаем, Господь, я соработник, и я то, что мог, сделал, и я знаю, что это ценно в глазах Твоих. И я уважаю труд других людей, которые вокруг меня. Я не собираюсь их поливать грязью или осуждать. Я просто принимаю, что они где-то строят рядом со мной. Они где-то строят на другом участке поля, куда ты их поставил, по мере веры и сил, которые ты им даешь. И это мое смирение перед лицом Твоим. Я знаю, что ты, Господин жатвы, и ты управляешь так, как ты хочешь. Вторая мысль перед нашей молитвой – это верность. Четвертая глава этого послания Коринфянам говорит, я прочитаю с первого стиха, «И каждый должен нас разуметь, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как вы судите обо мне, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Хотя я не знаю ничего за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Я пока до этого места. Верность. Это самое важное качество в любом нашем служении Господу. Хотя, казалось бы, наверное, дары и харизма. Наверное, таланты и образованность будут более каким-то тем, что будет двигать тебя вперед. Но верность является фундаментальным. И здесь Павел пишет, и он говорит, «Каждый должен разуметь, как домостроителей тайн Божьих, и от домостроителей требуется одно – чтобы каждый оказался верным». Почему? Потому что не так важно будет, сколько и что ты строишь, если ты строишь не то, что хочет от тебя господин жатвы или владелец этого дома. Если вы нанялись кому-то на работу, и вы придете и скажете, вам скажут, вот проект, а вы скажете, этот проект мне не нравится, я построю так, как я это вижу. Хозяин расстроится, потому что ему нравится проект, он хочет так, как в проекте. И верность здесь, друзья, братья и сестры, это очень важное качество. Я приведу, я расскажу одну историю. Иногда люди меня спрашивают, вот интересный момент, почему Бог доверил тебе идею о том, что должна быть церковь? Я на самом деле признаю, что я до конца, может, не понимаю этого момента, но в 2001 году, когда я служил в армии, и это уже было, близилось дело к дембелю, я очень ревновал и молился о том, чтобы служить Богу, но это был год, как я покаялся. Я покаялся в 99-м году, я за это время успел принять крещение, молиться, посещать хоры, служения. Был везде, где только можно, как обычный молодой человек того времени. Но я не видел, никогда не представлял себя просто, что я буду служителем церкви. И в 2001 году, когда я был в армии, Бог начал говорить в мое сердце просто, я не знаю, каким-то прямым образом, внутренне. Я начал понимать о том, что Он ожидает от меня определенного послушания, что когда я вернусь, ты должен сделать это, ты должен начать это. Я понимал, что я не знал до конца, как правильно это слышать от Бога, как правильно понимать. Но я понимал, что что-то приходит в мое сердце, и это приходит не из моего разума, а что-то приходит извне. Я просто складывал это, как Мария, знаете, слагала эти слова в сердце своем. Я просто записывал себе это, я складывал это в своем сердце, слагал. И я много раз думал, меня спрашивали, ну почему Бог тебе это дал? И однажды я осознал такую простую вещь. Несколько поколений назад, мои предки, я не говорю сейчас о преемственности поколений, но я говорю о верности. Несколько поколений назад, мой дедушка с бабушкой, они были христианами в то советское время. У них была большая семья, и многие из их детей подвергались гонению, были в тюрьмах за Христа. Они продолжали сохранять верность. Я не знаю их жизни, я не могу сказать, насколько правильно они жили, но я знаю о том, что они были преданы Христу и были людьми верующими в то советское время. Я знаю одну вещь, что благословение, которое они собрали для своих потомков, оно начало передаваться последующим поколениям и родам. И я вижу это во всех практически своих двоюродных братьев и сестрах. Причем, да, парадокс заключается в том, что мой отец, который не так пару лет назад отошел в вечность, он практически всю свою жизнь был отступником. Только в конце жизни он уже, как бы скажем, через трудности обратился к Богу. Но это показывает о том, что у нас есть выбор свободный. Каждый из нас может выбрать наследовать благословение или отвернуться от них. И когда в определенный момент в жизни я встретился со Христом, то наследие, которое собрали для меня предыдущие поколения, оно начало открываться и действовать в моей жизни. Я сегодня не иду просто сам по себе, но я знаю, что я благословен благодаря тем, кто передо мной был верен. Для чего я это вам рассказываю, друзья? Может быть, сегодня вам кажется, что в вашей жизни вы проходите такие трудные времена, и этом нет смысла, а в этом есть смысл. Своей верностью вы собираете благословение для своих детей, для своих внуков, для будущих поколений. Своей верностью перед Богом сегодня вы расширяете Царство Божие. Может быть, вы просто молитесь где-то дома, молитесь за кого-то, молитесь за церковь, помогаете кому-то простым добрым словом или делом. И вам кажется, что этот труд ничтожный или малозначительный, но от домостроителей не требуется масштаба, от него требуется верность. Просто продолжайте верно делать то, что вы делаете для Христа. И однажды это благословение будет следовать за следующими вашими поколениями, потому что от домостроителей требуется верность. Ни масштаб, ни харизма и экспрессия, верность. И я хочу призвать сегодня, чтобы мы хранили эту верность. Там, где Бог призвал нас, там, где поставил, может, вы делаете что-то очень маленькое, и кажется, никто никогда не видит мой труд. Бог видит и знает. И последняя мысль перед молитвой. Почему я именно к тому привел, что Бог знает? Последняя мысль, мы дадим отчет перед Богом. И пятый стих этой главы четвертой говорит. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрыто во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Вот это очень важный момент, когда мы будем молиться. Я не хожу перед людьми, и вы не знаете моего сердца. Может быть, я выхожу за эту кафедру только потому, что люблю публичность и внимание. Может, я просто наслаждаюсь и греюсь в лучах славы. Знаете, как классно, когда на вас светит свет, когда вас подсвечивают разными цветами, когда вас снимают на камеру и показывают в интернете, когда вы можете найти ролики с собой на ютубе. Знаете, как это круто? Вы не знаете моих намерений сердечных. Поэтому вы не можете до конца правильно осудить меня или судить правильно или неправильно, но каждый даст отчет перед Богом. И мне будет либо похвала перед Богом, либо позор, потому что Он узнает мои сердечные намерения. И это важная мысль, которую я хочу, чтобы мы с вами вооружились. Помимо того, что мы осознали, что мы сработники. Помимо того, что мы осознали, что мы храним верность и это благословение в будущих поколениях. Третья мысль, фокус, который важно хранить нам в служении, осознать, что мы дадим отчет перед Ним. Если я имею неправильный мотив, я могу скрываться от вас всю свою жизнь. Делать это успешно, но я не скроюсь от него. Если я имею неправильное сердце и проблемы в своем сердце или тайный грех, что-то обременяет меня, я могу скрываться от людей. Иногда служители делают эту ошибку и говорят, братья и сестры, я за вас отдам отчет, я отвечаю за вас, я должен знать, чем вы живете. Этого нет в Библии. Это единственное место, которое говорит, будьте послушны, потому что они дадут за вас отчет. Там написано не за вас отчет, они написано дадут отчет за свой труд. Поэтому они пекутся о душах ваших, потому что им придется отвечать за свой труд. И мне придется отвечать за мой труд. И каждому из нас придется дать отчет за свою жизнь. Я прочитаю вам пару мест, чтобы вы были 100% уверены, что однажды вы пристанете перед Богом и дадите Ему отчет за свою в сердечную пование. Послание к евреям, 4 глава 12-13, говорит, Слово Божье живо действенно, оно острее обоюдоострого меча, всякого меча обоюдоострого, оно проникает на разделение души и духа, составов мозгов, судит по мышлению, наменение сердечно, и нет тварей сокровенной от него. О, нам, а, да, завесили черную ткань, теперь нам не видно это. Ему дадим отчет. И написано, все обнажено, открыто перед очами его, говоря о Христе, Ему дадим отчет. Слово Божье проникает на разделение души и духа. Оно не просто судит мои поступки, оно судит мои сердечные намерения. Поэтому, когда я имею что-то внутри гнилое, я не могу спрятать это от людей, я могу, но я не могу спрятать это от Иисуса. Я дам Ему отчет однажды. Следующее место. Римлянам, 14 глава, 12 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый из нас за себя. Меня так это радует, что я как служитель Божий, я не обязан давать отчет за вас. Я дам отчет за себя. Когда я приду и встречу Ним, скажу Иисусу, я знаю, что я здесь косячил. Я знаю. Но ты видишь, что я боролся. Я пытался. Я искренне хотел быть победителем. И Он знает все. И последнее место, друзья, которое я прочитаю, написано. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Знаете, что побуждает нас это делать? Или к чему нас это побуждает? Мы нам должны явиться перед судилищем Христова. Нам должны явиться перед Его лицом. И дать отчет. Что я делал, живя в моем теле? Что я хранил внутри себя? Что я культивировал? Что я взращивал? В чем был мой фокус? К чему я стремился? К чему я прислушивал? Что игнорировал? То, что не знают люди. Отчет я дам перед ним. Поэтому я хочу побудить вас, друзья. Помимо того, что мы осознали, что мы соработники, мы не владельцы, мы не господа на жатве. Мы только соработники, которые можем делать даже очень малую часть. Но это его нива, и он призвал нас к этой малой части. Помимо того, что мы храним верность, мы верны в том, к чему он нас призвал. Помимо этого, мы держим фокус на этой главной мысли. Мы дадим отчет перед ним. Мы не отчитываемся перед людьми. Мы отчитываемся, да. Мы доскладываем, мы ходим перед людьми и так далее. Но самый главный отчет мы дадим перед Иисусом. Давайте встанем сейчас для молитвы.